Как будет жить наш сын, он прекрасно знает и понимает. А где буду жить я, и что будет со мной, ему абсолютно все равно. На сегодняшний день ребенок проживает с Анжеликой. Отец не забирал ребенка себе. И его сейчас устраивает это положение вещей. Не уверен. Николай когда-то ей сказал, вот в период разрыва о том, что я заберу у тебя ребенка. Анжелика сказала, пожалуйста, если ты хочешь его воспитывать, возьми. Он его забрал. Через месяц он привез и сказал, нет, спасибо, занимайся им сама. Она не препятствует ему общаться с ребенком. Пожалуйста, бери, пожалуйста, воспитывай. Она не говорит, что папа злодей, синяя борода. Она говорит, что папа хороший. Потому что это ребенок и его, и ее. Она очень благородно поступает. Но ей нужно воспитывать ребенка, кормить ребенка, содержать ребенка, где-то жить с ребенком. Если он выселит ее рано или поздно из этой квартиры, ей нужно будет жить где-то с ребенком, снимать квартиру как минимум. Мы все видели фотографию этой прекрасной пары. Но я, конечно, не хочу сказать, что там красавица и чудовище. Но, извините, она младше, красивее. И если мужчина ей пользовался, на нормальном человеке лежит бремя. Все-таки не ставить ее в унизительное положение. И хотя бы заплатить за это, если там, ну и не считать копейки. Такого человека нужно было обидеть очень серьезно, чтобы он пошел. Для него эти деньги не принципиальны. Но он не понимает до конца правовых последствий, если эта ситуация будет развиваться, чем для его бизнеса это обернется. Анжелика младше Николая Агурбаша на 16 лет. Разница в возрасте их никогда не смущала. В знак своей вечной любви они обвенчались. Николай Агурбаш, как родной отец, принял двоих детей певицы от других мужчин. Счастливая семья жила в этом загородном особняке. Площадь приусадебного участка 3 гектара. Около дома фонтаны, бронзовые скульптуры и детские площадки. Совершенно потрясающе отдыхать, смотреть на небо, на солнышко. Ночью на звезды. Совершенно потрясающее ощущение. В трехэтажном особняке почти 20 комнат. Интерьер тщательно продумывали именитые дизайнеры. Особенно Анжелика Агурбаш любила свой спортивный зал. Зал, которым мы занимаемся всей семьей. Закрываются ставни, жалюзи. Можно наслаждаться природой. На свежем воздухе роскошно бегать на беговой дорожке. Качает свои битвцы. Видите, роскошная форма. Николай Агурбаш любит голубей и построил рядом с домом голубятню. Сын Анастас разделяет страсть отца. Это голуби Николаевские. А эта голубятня была построена специально для Анастаса. Он любит здесь с ними выседать, любоваться голубями. Я так понимаю, что и этого дома она лишилась тоже? Да, конечно. И все, что в доме. Даже одежды. И даже своих архивов. Все принадлежит Николаю? Нет, просто все осталось у Николая, и он не отдает ей это. Чем она его так обидела? Ну, правда. Вот хотите честно? Честно. Не знаю. Ну, вот это зато честно. Ни для кого не секрет образ, да, певицы? Который такой роскошный, аристократичный, с размахом. Все эти концертные шоу, свет, платье, музыканты. Вот наши акулы шоу-бизнеса теперь не съедят нашу прекрасную Анжелику без вливания и поддержки мужа. Вы знаете, она всегда держалась обособленно. Я был восхищен ее поведением. Действительно, очень достойным, аристократическим. Она кланялась публике. Она благодарила. Я отметила, думаю, какое воспитание, как она общается, какой язык. А за спиной не видели в этот момент скромно стоящего Николая? Он ходил тоже, он никогда не вмешивался. Я, кстати, всегда видел его как-то... Он все время как бы обтекал Анжелику, он никогда не стоял рядом. За Анжелику он никогда ничего не отвечал, как другие мужья есть у артисток. Ты молчи, я скажу. Были такие вряды. Да. Шульгин с Валерией. Есть артист, состоявшийся бренд. Есть имя. Я вот, к сожалению, ни разу в жизни не покупал билет на концерт Анжелики Агурбаш. Вот как коммерческий проект сейчас это работает или нет? Хорошо, можно ли я скажу? Нет, нет, конечно. Нет? Нет, абсолютно нет. Ну как, вот если сейчас, допустим, без поддержки мужа запустить тур Анжелики Агурбаш. Да ну и что? И что? И кто за это заплатит, я дико извиняюсь? Кто тур-то проплатит? Кто заплатит за то, чтобы она поехала в этот тур, Лень? Вы говорите о том, что она не соберет никаких денег за гастроли и никто на нее не пойдет посмотреть, как поет Анжелика Агурбаш. Окей, тогда муж должен содержать своего ребенка ровно в тех же условиях материальных, в каких ребенок жил до развода родителей. Вот тут я хочу с вами немножко поскорить и раскрыть немножечко карты, если вы позволите. Николай, будучи владельцем крупной компании, он приглашал к Анжелике Агурбаш, лучших продюсеров, лучших композиторов, авторов песен, в попытке дать ей материал. Но, к сожалению, все это отметалось. И Анжелика считала себя гораздо талантливей Аллы Борисовны Пугачевой. Понимаете? Потому что она могла определять, вот эта песня мне подходит, а эта не подходит. Для того, чтобы стать звездой, нужно слушать продюсера. Нужно знать, понимать, с кем ты работаешь, да, а не быть семи пятей во лбу. У нас семи пятей во лбу часто не знают, что нужно артисту, он выражает себя. Она была личностью и отбирала песни. Она есть личность. Назови мне хоть одну песню Агурбаш. Спой мне сейчас хоть одну песню Агурбаш. Спой! Спой, Сережа! Я не буду сейчас. А, видишь, никто не знает. Этих песен никто не знает. А спой мне песню Пугачевой любую. Ну, о чем ты говоришь? Ну, вот. Впервые на сцену Анжелика Елинская вышла в 6 лет. А к 18 годам она уже была звездой в родной Белоруссии. Когда Анжелика вышла замуж за Николая Агурбаша, она взяла его звучную фамилию. Переехав в Москву, белорусская певица ворвалась в российский шоу-бизнес. Муж-бизнесмен давал ей деньги на запись новых песен и съемки клипов. А прошлой осенью подарил ей концерт на самой главной сцене страны – в Кремле. Для этого нужно ходить, просить по спонсорам денег. И этого не нужно. У нее возможности, ее, так скажем, супруга, это позволяет. Злые языки всегда говорят. А то, что она замужем за состоятельным бизнесменом – это ее счастье, ее беда. Повезло женщине в определенный момент. Она встретила человека такого. Определенный момент в своей жизни она жила замечательно. Все у нее было. Любовь и согласие и так далее. Но вот так сложилось сейчас. Да? Нужно принимать действительность, бороться, естественно, как можно. Но самое главное в данном ситуации надо бороться, чтобы ребенка не отняли. Вам поведение мужчины знакомо такое? Мне знакомо. Был момент, когда также были скуплены все, наверное, шубы, аппаратура, все, что можно. Мы вскоре расстались, и он уехал на новой ***, а я осталась на стиральной машинке. У одного машины, у другого машины, как бы, в принципе, нормально. Да, но есть разница. И я начала опять все сначала. И понимаете, я вот серьезно могу сказать, она сильная, красивая женщина, она все сможет. У нас в студии первый муж Анжелики Агурбаш – Игорь Ленев. Что он расскажет о своем разводе, сейчас узнаем. Встречайте. Сейчас вы в каких отношениях с Анжеликой на сегодняшний момент? Ну, в дружеских, скажем так, человеческих. Ну, дорогу не переходите, когда видите друг друга на другую сторону? Нет, нет, нет. Не дай бог. С праздниками поздравляйте. С праздниками, дочка своя, единая. И поэтому, как бы, отношение очень хорошее. Ей было 17 лет, когда мы встретились. На съемках мы познакомились. Она потрясающая девчонка, талантливая, очень талантливая. И мне хотелось ей чем-то помочь, но я никогда не думал о том, что я буду вместе с ней. А когда приходят и говорят, вы знаете, я жду ребенка от вас, и ей 17 лет, и ты понимаешь... И вот так на вы. Да, да, да. И мама прибегает с утра и говорит, вы знаете, я вас посажу. Вы у меня должны сесть очень красиво и надолго. Так она же сама к вам пришла. Она тогда сказала, Игорь, если у нас не будет отношений вместе, то я с удовольствием рожу ребенка, и я к тебе не имею никаких претензий. Но я не мог ее бросить, поскольку, ну как бы, как честный человек, я должен был жениться. У нас не было скандала никогда в жизни. Даже когда разводились никогда? Даже когда разводились, просто разошлись и все. А кто был инициатором? Когда наступает кризис, и когда ты понимаешь, что ты не хочешь, женщины меня поймут, когда ты не хочешь другого человека, и все. Просто везет рядом даже, да? Просто реально. Ты не хочешь, и все. В общем-то, я попросил ее собрать вещи и уйти из дома. Вы что-то делили? Ничего. Ей было куда уходить, там, к маме? Ей было куда уходить, к маме. Почему? Потому что, как бы мы жили, я ее забрал в однокомнатную маленькую квартирку в Белоруссии. Вот она разводилась с первым мужем, у них не было никаких проблем. Он ей не угрожал, не пытался отнять у нее единокровное там что-то. Так время было другое. Она спокойно ушла. Нет, время другое было. А сейчас она столкнулась, как мы знаем, часто предпринимателем. Психология какая? Бабки есть, я все куплю. Я понимаю, почему она с Игорем не судилась, потому что фактически одна маленькая однокомнатная квартира. Что он может ей дать? Вы с Николаем знакомы? Общались, да, на дне рождения дочери. Вот что скажете? Я, скажем, нормальный мужчина, ну, как бы скажем, мы разные с ним люди. И все, больше ничего не скажешь. Это был брак по расчету с мясным королем или это была любовь? Когда она мне говорила, это было ее отношение к тому, что нашелся мужчина, который ее поднял. Дочери Анжелики Агурбаш-Дарьи сейчас 24 года. Юная девушка, моя дочь, да. Мы с мамой как подружки. Естественно, повезло с мамой. А мне повезло с дочкой. Дарья, как и мама, не видит. Пишет потрясающий музык. Она пишет потрясающий отец на русском и на английском языке. Лет в 14 я посвящала ей поет. Я прошу тебя, не плачь. Все пройдет, исчезнут раны. У этой девочки все впереди. Она очень талантливая, я ее очень люблю. Николай Агурбаш оплачивал патчейце обучение и купил ей отдельную квартиру. Сына Анжелики от другого мужчины, 15-летнего Никиту, Николай Агурбаш отправил учиться в Лондон. Все это время, 11 лет брака, вы общались? Если мы о чем-то говорили, она хотела поделиться. Даже если она понимала, что ее ревнует. Но она мне показывала, что она счастлива. Конечно. Любой мужчина будет ревновать свою женщину, если он не ревнует и не любит. Она никогда не говорила, что Николай поднимает руку на нее? Но я об этом слышал. От знакомых, которые близкие были к ее семье. Игорь, вы готовы бывшую супругу сегодня поддержать? Да очень готов. Я хотел бы ей помочь очень многим. Чисто творчески найти какой-то вариант очень интересного проявления ее качества, как певицы, как актрисы. Было бы у нее желание со мной встретиться и пообщаться. В эфире говорим и показываем о том, как разводятся звезды. Во время бракоразводного процесса Николай Агурбаш представил суду брачный договор, согласно которому все имущество, в том числе и совместно нажитое, переходит тому, на кого зарегистрировано. Оказалось, что по документам владелец квартир, машин, земельных участков и всего прочего только Николай Агурбаш. Анжелика остается ни с чем. На сегодняшний день по условиям брачного договора, если он вступает в силу, в течение месяца я должна покинуть все жилые помещения. Я с ребенком оказываюсь на улице, без средств к существованию. Близкий друг Анжелики Агурбаш, певец Руслан Олехно, после трех лет брака развелся с женой актрисой Ирины Медведевой. Они разошлись без скандалов и судов. Что посоветуете Николаю и Анжелике Агурбаш? Знаете, я знаю Анжелику больше 12 лет. Анжелика очень ранимый человек, как творческий, так и просто как женщина. Плюс ко всему, она сильный человек. Понимаете? Потому что, мне кажется, в этой ситуации другая на ее месте, может быть, повела себя по-другому. Может быть, она бы, там, как Николай Георгиевич, может быть, таким методом. Вот ты забираешь у меня все, и я тоже сейчас со своей стороны выскажу все то, что я думаю, все то, что я знаю тебе, ты не знаю. Но она этого не делает, она себя, как вот, держит, может быть, вот знаете, как-то. Я вообще за мир во всем мире, за то, чтобы браки не рушились, и чтобы дети жили с родителями, и с отцом, и с матерью. Вот. Я считаю, что любое разрешение конфликта, это мирное разрешение конфликта. Анжелика отдала очень много своей семье, своему мужу. Я не спорю, муж тоже очень много сделал для Анжелики. И, наверное, это нужно сохранить, как минимум, для их общего ребенка. Поэтому я призываю, уважаемые юристы со стороны Николая Георгиевича, уважаемый Николай Георгиевич, давайте садиться за стол переговоров. Вы еще раз будете подавать в суд? Мы будем обжаловать решение. Обжаловать, оспаривать. Конечно, конечно. Все равно мы победим, потому что правда и закон на нашей стороне. На сегодня все. Берегите семьи. Встречаемся завтра в этой студии. Мы говорим и показываем каждый день. Будьте счастливы.